Привет всем! Вы на кухне у подружки и с Вами снова Жанна. Сегодня готовим известное грузинское блюдо в чахах пили из курицы. Там понадобится килограмм курицы, килограмм помидор, 4 луковицы, зелени, базилик с кинзой, чуть-чуть чеснока, несколько супчиков и перчик острый, зеленый. Также из приправ острый перец, кориандр, футхосунели и соль. А теперь, наверное, приступим. Вы видите, что я курицу уже обработала, удалила хребет. У меня остались только ножки, грудка и два крылышка. Хребет полностью удален. Теперь разрезаем мясо. Я также удалила кожицу. Мы ее, как бы, не любим в этом блюде. Вот так вот нарезаем грудку на 4 части получилось разрезать, полгрудки, а ножку на 3 части. Вот таким вот образом. Удалены все лишние пленки и все, что не нужно, в общем. Но жирок куриный я оставила по возможности. Вот такое вот столько у нас мяса. Тут ровно килограмм. Теперь будем нарезать лук. Лук мы режем мелко. Пока режу лук, хочу вам два слова про блюдо сказать. Ча хохби ли. Хохби у нас это фазан. В общем, изначально это блюдо в древности готовилось из фазана. Но, так как фазаны у нас есть, мы их выращиваем дома, но они очень мелкие птицы. И блюдо получается таким вот, честно говоря, костлям. Поэтому мы в основном это блюдо готовим из курицы. Режу зелень. В общем, подготавливаю все ингредиенты, чтобы потом с ними работать. Вот так мы все приготовили. Нарезала я чеснок с перцем, зелень, лук. Обработала помидоры, нарезала их мелко и прошлась по ним блендером. Можно было просто руками их помять. И вот курица. Ну что ж, начнем готовить. Для этого я взяла глубокую сковородку. Наливаю сюда подсолнечное масло. И добавляю чуть-чуть оливкового. Вот столько масса нам понадобилось. Больше я сюда жира добавлять не буду. Выкладываю мясо. Мясо имеет чуть-чуть свой жирок. Я не стала все удалять. В общем, все мясо выкладываем на сковородку. И обжариваем ее с двух сторон. Теперь, когда одна сторона уже обжарилась, мы аккуратненько все перевернем. И точно так же пожарим с другой стороны. Смотрите, какие они стали румяные. После того, как мясо с двух сторон обжарится, мы добавляем сюда лук. Весь лук, который мы нарезали. Это 4 средних головки. И вот стараемся потушить все это вместе. Лук с мясом. Я температуру то убавляю, то прибавляю. В зависимости от того, что я добавила и что мне нужно получить. Вот сейчас добавила немножко чеснока и зелени. Это чуть-чуть. И посыпала солью. Обязательно мясо при готовке надо подсаливать. Чтобы у него потом был вкус приятный. Насыпаю приправами. Это перец острый. Также сюда добавим кориандр уцхо-сунели. Это всего по пол чайной ложки. И добавляю сюда шафран. Шафран нужен и для вкуса, и для цвета. Придаст такой своеобразный оттенок. Ну что ж, добавляем помидоры. Сейчас все у нас потушится вместе. И получится очень-очень вкусно. Смотрите, какое ароматное и красивое блюдо. Ну что ж, накрываем. Дадим хорошо протушиться. Вот сейчас в это блюдо нужно пол чайной ложки добавить сахар. Это чтобы наши помидоры потом нам не испортили жизнь. Я пропустила просто снять этот момент. Ну вот блюдо почти готово. Насыпаем сюда оставшуюся зелень с чесноком и с перчиком. И отключаем и накрываем крышкой. Блюдо должно постоять. Ну вот, такая у меня получилась чахухбили из курицы. Спасибо, что вы были со мной. Спасибо, что досмотрели мое видео. Приятного всем аппетита. Пробуйте, это очень вкусное блюдо. Не забудьте подписаться, оставить комментарий. И всех вам благ. Пока-пока. Еще не раз увидимся. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...